итак всем привет я приветствую всех вас дорогие друзья на этой аналитике да сегодня будет у нас аналитика с вами по поводу вопрос который очень давно уже волнует наших граждан волнует россию как бы за все за всю нашу историю за всю историю нашей государственности да то есть какая же у нас национальная идея вот то есть аналитика будет очень серьезно я думаю как получится минут 10 может плюс-минус вот постараюсь как бы объяснить вам все вот эти моменты итак давайте начнем что начнем с того что вот этот вопрос к наш на самом деле он волновал нашу страну наш народ с как бы начала вообще нашей истории ну которую мы знаем то есть была русь были как у нас было язычество да вот как бы это то что нас объединяло вера в богов каких-то там высших сил да вот потом у нас это ушло и у нас язычество как бы там отбросилась и начала появляться другая вера которая пришла нам из византии это было православие или христианство восточный христианство ночь называется ортодоксальная вера да вот как это кстати я уже говорил вот проект в прошлом своем видео про вот эти моменты вот то есть потом у нас вот это очень надолго осталось потом как бы москва начала все это но потом и обвинение было руси по московским княжествам как москва была объединителем всех земель вот то есть вот он то что нас объединяло но теперь когда вот прошло время потом вот эти все там были войне с поляками все дела потом у нас российская империя но идея была одна то есть по сути все на вере основалась русский народ верил в богу очень все дела то есть христианство было как вот там допустим вот у этих всяких там восточных народов там у них ислам обе их объединяет всегда как бы тоже вера самое главное практически вот потом у нас все это рухнуло пришли коммунист власть все разрушили и сделали эту новую веру веру в коммунизм потом это вера рухнула в 90-х сейчас опять непонятно что опять там войти войны начали и сейчас это считаю вообще один из важнейших моментов нашей истории то есть сейчас зависит все от того как будущее прошлое стоящее от нашего с вами выбора то что мы с вами выберем какую веру нам выбирать какую национальные идеи что это вообще будет новое что это за учение может быть и так далее возможно это учение уже существует какое-то но или вера существует но она очень древняя как бы да и они мало знают люди то есть это очень интересный вопрос такой тут можно поразмыслить что это может быть да то есть это может быть там и можно взять старое там язычество но понятно что это очень опасный как бы тема вот это национальная идея потому что она должна объединять все народы россии практически да то есть нельзя брать веру ну опасно брать веру которая будет допустим допустим скажут там только русские да естественно все кто не русские скажут вы там не оборзели ли а как же мы типа мы тогда из выходим состава поэтому чтобы все были довольны надо придумать такую веру которую устраивают все народы я считаю то есть она подходит для всех и за счет этой веры мы сможем как-то дальше существовать взаимодействовать не только как бы вместе здесь в россии со всем миром как бы на основном мирно как бы нас признает да то есть вот такой момент интересно существует можно реально поразмыслить много подумайте это очень сложный вопрос на самом деле вот что еще можно сказать даже не знаю ну понятно да сейчас и это вера как бы она должна быть но ща поеду дала час молодой как бы вот этот поиски вот этой идеологии из этого все проблемы да то есть эти все разговоры там вот эти там вот проблемы в обществе да то есть люди не знают для чего они живут как бы да вот в ссср знали что мы там жрали своей страны живем ради построения улучшения жизни то есть после войны был подъем а сейчас конечно он был с крымом вся эта тема вроде то и лучше на самом деле ничего не лучше вот все показатели говорят что все хуже стал на самом деле вот то есть очень все это против противоречиво да и тут надо реально быть очень аккуратным и считаю что один человек не сможет придумать идею нужно круг людей какой-то которые смогут это учение или возродить или придумать вот то есть это очень тема такая возможно это учение будет новыми кажется связано с религией может быть но это тоже очень опасно вот и с науками кажется потому что сейчас и раз вот сами посчитаете раз это должно быть что-то в будущее да то есть это на будущее что у нас может быть это только наука да сейчас развивается но нельзя брать только науку потому что но если брать только науку то получится бред полный. То есть вот сейчас вот это идёт развитие компьютеров, а мы не знаем до какого уровня эти компьютеры сможем развить. То есть они могут, может быть, настолько, они, мы их сделаем совершенными, что они нас сами как бы перебьют все там потом. И будут войны с компьютерами. Я не знаю как, ну как Терминаторы, короче, в фильме. Что-то типа этого. Вот это SkyNet и вот это глобальное рабство. То есть вот этого стоит опасаться на самом деле. Вот. Или же, то есть поэтому как бы вот, я и говорю о том, что должен быть другой элемент, не только науки, еще и элемент традиций каких-то вот этих всех вещей. Вот. То есть соединить религию, традиции, нау и научные знания в одном. И что-то получится очень крутое. То есть там экология, вот эти все вещи более современные, какие-то тренды. То есть и возможно это будет сотрудничать с другими какими-то мировыми, вот такими же мировыми вот этими учениями. Потом это все в одно, как видите, это у меня уже мои мысли, я уже думаю. Ну вот какие-то у меня мысли пополнился на идее. Вот Путин сказал, наш президент, что на самом деле это там патриотизм, да. Ну, я конечно с ним соглашусь, неплохая идея, но на самом деле что значит патриотизм? То есть на основе вот этой войны в 45-м году. Ну, знаете, время идет, потом люди просто забывают об этом. Это тоже такая история. Знаете, историю очень быстро забывают люди. Проходит там несколько десяток лет, и никто не помнит, что это уже и сегодняшнее. Вот как бы на день мы все это видим, да. Никто не знает, кто такой Ленин. Если вы спросите на улице, кто такой Ленин, вам меньше половины скажет, кто это такой. То есть сейчас полное забвение идет молодежи, особенно молодежи, там ладно, там вот эти знают старики. А мое поколение, они вообще ничего не знают, и даже не хотят знать. Они знают другое. Как раз, что плохо на самом деле, вот что не знают. То есть, к сожалению, видимо опять потеряны поколения, вот в чем проблема. Ну, всегда, знаете, говорят, потеряны. Вообще умных людей стараются как можно, чтобы мало было, потому что если будет много умных людей, то те, кто держат власть, и кто там наверху, это опасно для них. Потому что умные могут прийти сами к власти и начать то же самое делать. Вот поэтому они будут стараться делать как можно глупых людей. Сейчас образование вообще у нас полная как бы караул, да, в России. То есть сейчас вообще платное будет обучение в школах, скоро очень, я думаю, да. Уже хотят везти. То есть, раньше там я сам учился бесплатно. Я не мог представить, что будет платное обучение. Посмотрите. Вот это называется живем при капитализме. Вот и думайте. Вот поэтому, так сказать, think about it. Вот. Ну, ладно, вот такая вот аналитика не была. Не знаю, сколько там минут получилось. Но такие мысли, не знаю, что еще сказать. Долго можно, на самом деле, анализировать всю эту тему. Вот. Вообще, что думайте, вопрос сложный. Будут еще какие-то аналитики связаны там с Россией, с миром и так далее. Глобальный вопрос какие-нибудь. Вот. Ну, такая предновогодняя предновогодняя аналитика. Кстати, скоро Новый год, 20-й год тоже будет видео. Возможно, да. Я не обещаю. Что-то там. Ну, ролики будут какие-то. Вот. Ну, короче, всем удачи. Всем пока. Вот.